Сегодня 11 октября 2020 года у нас экстренная загрузка вертолета, потому что погода резко ухудшается. С командой познакомимся чуть позже. Летим на речку за большими таймениями, снять фильм, познакомиться снова командой. И поэтому все вертолет, все остальное будет чуть позже. Вот такой красавец вертолет будет пробиваться сквозь плохую погоду. Субтитры подогнал «Симон» 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 Там, я думал, сейчас назад повезут. Внутри ищите, ищите, ищите. Тяжело, да? Ничего, нормально. Нормально. С этой стороны все закрыто. Вот одна вот. С этой стороны нормально будет. Еще один крошок. Саня! Всю погоду, что дырок! Всю ночь! Саня! Ну ты нашел эту дырку, Саша. Спасибо, 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 Саша. Я назад лечу. Главное, что люди... Там теплее, да? С погодой не вредны. Разгрузка вертолета. Мою сумку хоть привезли. Машина, аккуратно. Чтобы вот головы аккуратно берегите, вот здесь сверху. Какое слово хорошее. Берегите голову, Сеня. Вот это хорошее слово. Семьет, да? Залюзины какие, да? У нас есть лодок, но мы не покажем. Ну все. Как бы мне не хотелось снимать, но буду помогать. Иннокенний Константинович, ну вот я часто летаю на вертолетах, ну не как вы, конечно, но как пассажир. Но вот такого, что вот мы не можем найти речку, на ней летаем, это же редко или часто бывает? Ну редко, да, конечно. Сейчас как раз сезон, видите, переходный. И вот сейчас, видимо, когда ветер оттуда как раз приносит вот это все. Ну, вы видели же? Видели. Верхняя граница-то слоями идет, верхняя граница где-то, наверное, метров сто пятьдесят. И вот вы искали, искали эту дырочку, да? Да, да. Ну да, там выше было до земли. Да, да, до земли. Вы заходили же, видели же? Да, да, да. До земли было. Температура еще здесь не набралась, не поднимает облачность. А так, конечно, анализируешь, когда вылетаешь, все везде смотришь. Дело в том, что в этой местности точных прогнозов нет. Ну да, да, да. В Санске? Вы нам так и сказали. Можем полететь обратно. Поэтому мы уже морально были готовы, что если мы дырочку не найдем. Александр Митрич сделал анализ погоды и сказал, дырочка есть маленькая. Отверстие. Спасибо, ребята. Вот, ребята, что хочу отметить, даже вот наши вертолетчики курят, а бычки куда складывают? В пачечку. С собой. Вот, молодцы. Вот она. Хорошего вам отдыха. Спасибо вам. Спасибо. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Всегда такое вот ощущение, мурашки по коже, когда... Когда улетает вертолет. Смотрите, как он полетел. Красавчик. Смотрите, как он летает. Это инструктор, это профессионал. А второй человек, это главный пилот, он просто инструктору отдал. Ну что, трехкратное ура! 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 Мы на реке. Это самое главное. Год ожидания. Все, неделя, неделя полного кайфа. Ну все. Сейчас, ребят, все растаскиваем просто в один ряд, чтобы было все доступно. А потом занимайтесь своими делами, удочки собирайте. Нам можно заниматься. И начинайте рыбалку. Ну, сначала вещи растащить, по-моему. Так, вот вертолет улетел, стали накачиваться рафты. Подойдем к организатору этого похода, к Сергею, в город Владивосток. Сергей этот сплав придумал, этот сплав заказал. Ну, пару слов. Придумала вся группа. Пару слов, да. Как это все начиналось? Значит, это начиналось год назад. Река Майя. Прошли мы ее. А так как мы все равно больные на эту тему. И мы всегда за год вперед начинаем думать о том, что нас ждет через год. Возникла идея. А. Новая река. В. Какая-то новая логистика. Новое миропонимание. Поэтому возник проект Сергея Сергеевича Митягиным. К чему я безумно рад. И надеюсь, наш сплав удастся во всех смыслах этого слова. Начало меня сильно впечатлило по организации, по оснащенности группы. Поэтому, думаю, мы получим комфортный и заслуженный отдых. Пока. С рыбалкой. Спасибо. Самое главное с рыбалкой. Да. Ну вот еще кто-то не привязал рафты. Вернее, трансы. Сережа, работай, работай. Сережа, поклевка. Поклевка хорошая. Поклевка хорошая. Работает. Рыбу пока не видит. Сережа, не уходи, не уходи, не уходи. Вот первый. Серега, сильно затянут шликсон, нет? Нет, ослабь. Ослабь. Зрители, болельщики. Сережа, покой. Работа. Серега, ты можешь к нам подойти? Ну и Трю хочу тебя взять. Что ты? Ну конечно. Нет, я порядочный. Нет, ну иди сюда. Ну подойди к нам. Ты же наши Лифаковские традиции знаешь? Лучше обрез нахер. Как? И сломать горелуюсь, я слышал. Ты смотрел наши фильмы, да? Конечно. Ну ладно. Не, ну таких наглых людей я еще не видел. Мы еще рафты не привязали, еще по рюмочке не выпили, а ты уже закидываешь. Это жажда к рыбалке? Соскучился? Очень, очень. Ну ладно, извиняюсь, что отвлекаю. Ничего ничего. Красноголовик. Воблер. Блин, десятки должны. Ну для первого заброса. Ну это железная восьмерка, посмотрите. Восьмерка железа. Восьмерка железа. Восьмерка железа. Восьмерка железа. Через двадцать минут как улетел вертолет. Сифры только не белые, а зеленые. Мне там не видно. Восемь. Ну дави восемь. В первом. В пятьдесят грамм не хватает. Восемь. Ну, я же говорю, боже, не известно. Вы меня спрашивайте, я вам буду петлицов говорить. Ну поздравляем. Это уже взрослый таймень, который может дереститься, давать потомство. То есть это уже таймень за счет называется. Чайная, это все для меня. Спасибо. Чайная, это все для меня. Чайная, это все для меня. Домы рядом. Вот такой. Байстрюха, быстро. Ну, держи. Спасибо. Я говорю, почему говорю, может оставимся ночевочку здесь? Ха-ха-ха. Место хорошее. Да? Беру с тебя пример. Давай, давай, давай. Я с тебя не беру. Прямо, прямо под тем берегом. Вот прямо, только опустился воблер. Только нашел подмотку и он там был в небе. Всех приветствую. Немного рекламы на 30-40 секунд. У охотника, у рыбака всегда должен быть острый нож. Поэтому рекомендую. Якутский нож от компании Стальные Бивни. Вещь хорошая. У кого будет, не пожалеете. И ребята все, которые с вами будут рядом, тоже будут всегда смотреть и говорить, где такой купить. А я вам говорю, купить его фирма Стальные Бивни. Ссылка будет в описании. По промокоду Митягин сделают скидку. Присылают нож, ножны. Чем отличается якутский нож от других, это можете в интернете погуглить. У него односторонняя заточка. Затачивается только с левой стороны. Правится легко. Мерзлое дерево лучинами делает элементарно. Рыбу мерзну делает элементарно. Мясо режет элементарно. Короче, не пожалеете. Заказывайте. Присылает очень быстро. Стальные Бивни хорошая компания. Я с ними уже работаю давно. Спасибо. Смотрим дальше. У нас три рафта. Раф Добрый. Я на нем буду капитаном. Глав Рыба. И раф Усури Синева. Усури Синева капитан Игорь. Глав Рыба капитан Сергей Воин. Я буду капитаном рабства Доброго. Поклёвки держат Второго. Ну в метрах 15-20 с первой поклёвки. Ну этот побольше, этот за десятку Ух ты, пятнашка где-то, пятнашка где-то Это Миша, да? Да Просто я еще издалека плохо вижу На наших экранах Михаил, город Владивосток Прямо напротив кухни, как учил Сергей Кадет Не ходите далеко, ловите возле кухни Ух ты, красава, ну Держит, а? Это хорошо, пусть не суетись, все правильно делаешь В этот момент рыбак испытывает оргазм практически Ну вот, вот не зря летел, собирался, полгода ждал Год ждал Год ждал, да 38 лет ждал Пацаны, пока не заводите Я не ловил никуда Я ловил, ну такой, это у меня первый опыт Я больше десяти не ловил никогда Ну, аккуратно мне морду Ну, можем под сагом подстраховать, или сам хочешь полностью Нет, я его возьму Я помогу ему, так, на берег Включения нет, терпально Выпинем его Тоже воблер? Нет, это профессор А, профессор? Профессорская Каусановская блесна профессор За десятку по-любому По башке 15 Давит хорошо Ощущения незабываемые Да, это на всю жизнь Фрикцион, фрикцион работает Это хорошо, это хорошо Пусть работает Миша, если не сложно Миша, если не сложно, подойди ближе Выходи, выходи, да, секунду Нам уже ценные кадры, эмоции Это просто незабываемо Просто Смотри, что он делает, да? Красава Он просто Выдавливает, прям выдавливает Точно, точно пятна Блин, тут даже швырел, блин А у меня сошел же У меня один зашел На, у тебя же второй же сход был, да? У меня два схода было здесь Ты наколол всю нашу рыбу? Нет, вот место идеальное Это просто Здесь даже можно заночевать Я не против Если вы это Потому что если они здесь есть Ну все Мы всегда можем поменять свое решение Ты посмотри, что он делает Ух ты, ух ты, красава Посмотри, палочка Палочка, палочка как отрабатывает, а? А что это палочка? Да, это катанка, блин Шимановская, да? Катана? Катана Катана У меня есть ножик Вот, Сережа Обрежь ему Подожди Отстань Я быстро бегать не могу Пацаны, вы сейчас в воду не заходите Чтобы он еще будет прыжок, рывок делать от берега Фрикциончик, все нормально, да? Да, да, срабатывает Красава Классическое вываживание Сейчас лучше меньше хвастайся Плохая примета, лучше думай о другом Не подходите, ребята, вы пугаете рыбу Давайте на берегу посмотрим В воде всегда кажется меньше Не могу, понимаешь? Ну ты давай поэнергичнее, бля Че ты, бля Может, а сдохнет у тебя на крючке, бля Не материшь А то ты включил камеру С разных ракурсов будем У нас еще геолокация в камере Да, это, скорее всего, пара Так, тихо-тихо Он сделан рывок еще сделает Ты это, не думай, что он тебе сейчас отдастся Нет, он еще рывок сделает И еще один рывок будет Засел все хорошо Я уже... Не знаю, что со мной произошло Работаем, работаем Работаем Не расслабляемся Смотри, такой старый Не, ну... Ну пятнашки нет, согласен Заход, с тобой тебе помогут З kamu! Лыша! Ты на берег выйди, елки-пал На берег выходи Тихо, тихо, тихо А то будет Ты глубоковато Тихо, не материться Тихо, не ругайся, снимаю. Брик, прям к весам вытащил, смотри, смотри. 12, не больше 12, не больше. Больше. Больше 12 это точно. Ну и пятнашки не будет. Ха-ха, значит 12. Нет, пятнашки и нет. Красавец. Рыбак неподготовленный. Почему все? А, потому что корсаров нет? Корсангеров нет. Ну он не ожидал еще. Ну дайте посмотри, жук, его есть. У меня нет. Мы пока не готовы. Мы фотографы, мы зрители, хлопаем, пританцовка. Посмотри, пусть мучается, он ловил, пусть и мучается. Ну не трогай зубами, зубы не трогай. Сломаешь зубы, кто будет вставлять его? Мешочек возьмите. Нет, ну пусть сфотографируйте. Нет, давайте пацаны, слушайте меня. Сначала взвесить, сфотографируйся над водой. Потому что упадет на камни, рыба травмируется. Сначала взвесьте. Крокодил, а? Класс. Сюда. Строго, помоги. Тише, тише, тише. Зубом, тихо или чем-то. Надо по нулю, вроде. Я посмотрел. Давай, Миша, поднимай свою рыбу. Давай. Я ничего не вижу. Смотрим по зеленому. Тринадцать. О, двенадцать. Двенадцать семьсот. Двенадцать. Как ты там врешь, а? Ну тринадцать четыреста. Че ты у него забираешь? А, там тринадцать. Там тринадцать. Да. Я принял там у тебя. А, да? Ну, у него деление тут. Тринадцать четыреста. Нет. Тут корешки, да? Настоящий рыбак. Настоящий. Хоть. Полгилону слегзит. Ну, Серега, а по-настоящему двенадцать. На щетку, смотрите, жилье. Да, килограмм. На щетку, смотрите, жилье. Да, килограмм. Поэтому, да, двенадцать. Над водой, над водой, фотойте. Пацаны, фотойте с разных ракурсов, потому что каждая фотография бесценна. Вы подлиннее руки вытаскиваете, подлиннее, подлиннее. Миша, руку наоборот, хвост, чтобы было видно, да. Вот так, вот так. И на коленочку его, на коленочку. Во, классика. Красавец, ну. Да вытяни руки, дурь. Не надо вытягивать. Честная фотография, не надо вытягивать. Вот так, да. О, стрим, стрим, стрим. Пасть какая, ну. А потом я буду фотографии продавать, послать, давай. Ребят, ну, концепция поменялась. Концепция поменялась, сегодня здесь заночуем. Ну, поверьте, таких мест не часто будет. Здесь на мыша просто бомба будет. Место, классика, ходить можно вверх-вниз. Отдашь, Миша, я прихожу по надому. Вверх по течению поставь, пока сам не вырвется, Миша. Я просто не свой, надо заставить. Миша, это я не тебе говорю, а людям, которые смотрят фильмы наши. Чтоб они понимали, почему так, для чего так. Потому что если рыбу сама не уплывет, она может умереть. Профируют качать надо. Я один раз, дай-менее, 40 минут выхожу. Прихожу, выхожу. Молодец. Миша, это твой самый большой? Да, это мой рекорд. Ногой. Так. А поцеловаться? Вот, вот. Я со своим забыл поцеловаться, бля. Поцелуй его, он передаст. Да, Миша сейчас нервничать начнет, ударит меня еще палкой в ленок. Ты вень, что интересно, темный. Темный, как якутский, прям, да, якутский цвет. Может, они кучи? А что, ну, вода темная, наверное? Я не знаю. Ну, вот, как-то и странная, если бы выиграть. Ну, боец, да, Миша, боец. Самый интересный, он этот, бошки высовывал, вон. Пошел паркером. Миша, можно за твою руку подержаться? Давайте, когда вы любите. Вот корешок, да? Вот, все равно уколол, да? А это за твои, где фигу, полкилограмма ворвать рыбы? Да я, я думал, там по килограммам, а там через два килограмма, видишь? Я, как бы, я и не понял, но... Поздравляю. Надо сказать большое спасибо вертолетчикам. Вы не кружили, кружили. И это поди, поди открывает, короче, вот сюда. Он же нас прям посадил, мы же хотели на 20 километров выше. Такая поклевка интересная была. Вот он. Сколько раз там таймени ловил. Всегда поклевки такие. Раз, и борется сразу. Чик. Как будто зацепилось за что-то. Я понимаю, что там зацепиться-то не за что. Раз, и все, и началась борьба. Ну класс. Плесу нам покажи. Профессор Косамов. Классика. Всегда работает. С другой стороны. Медь. Катушечка. Катушечка 3000 кодайва. Палочка. То есть какой? 10,40. Длина? 2,7. Угу. Ну. Минимум план выполнен. Да. Я уже, я уже. Утром ты еще был в поселке. И думал, улетел, не улетел. Да, сейчас я уже просто. Я уже счастлив. Ну все. Рады тебя, Миша. Поздравляю. С твоим трофеем. С дорогого твоего. С самого класса, Миш? Да что ж вы не дадите? Только, только подошли к столу, он орет есть. О, какой резкий. О, какой резкий. Руки, руки, чтобы воблер не порванял. Да, да, да. Тебе. 6. Нет, мне кажется, не буду. 6,5. 6,5. Нет, так лед. Нет, нет. Это четверка, Миша. Блин, что никто не принесет, да? Малышка, да? Да. А, все, ты уже так, да, это в маке? А, да, мак. Да, это же мелочь. Завтра, да? Четверка. Не, надо корсары. Надо пассатижить. Ну иди, что... Я там не подлезу. Иди. Ну, надо воду его выпустить. Пусть он пока подышит. А другой же пассатижи не. Серьез, иди за пассатижи. Нет, что это народный? Что он вот так покопил? Зато в следующий раз с пассатижами точно будет. Выгуливай, выгуливай. Зарыли, конечно. Да, вот он, свал весь, наверное. Место обалденное вот это вот, конечно. Смотри, третье с одного места. Еще до схода было. Это мы еще не рыбачили. Ну, еще не все не кидали. Еще не рыбачили. Ты знаешь, она бывает по разному. Поэтому тут надо пользоваться каждым моментом. Она может вода отстреливать, может давление. Поэтому вот ловится, ловим, ловим, ловим. Это такая палка интересная. Гарри Люминс за 300 баксов. Впаривал за трешку, а оказалось 300 баксов. Дисконт сделал потом. А вот катушечка Twin Power старенький. У меня такой же был. Классик. Рабочая машинка. Ну где пассатижи, а? Ой, блин, замотался, а? Ну а теперь спасай его. Пусть ты, отдыхай. О, это я поцелую. Куда ты? Куда ты поехал, малек? Можно мы его на... Кудржах? Вместе. Активный какой, а? Ребята спасают воблеры там. Выходи, Сереж. Выходи на берег. Все на свале стоят, прям на свале, да? А там кто? Миша? Не, Миша. Дима там, да? Кто там? А кто поймал-то? А, вон. О, маленький, не маленький-то, а? Миша, отойди с кадра чуть-чуть. А, это Серега. А мне сказали, что это... А, Серега же, кто-то сказал. Вы уже сзади Сереги тут. Не надо ее поджать? А? Не надо поджать? Нет, нет. Нет, сейчас можно поджать. Зачем? Нет, можно, можно. Сперед, с почином. Сперед, вот сюда блескал, вот прятка, вот там рыба. Ну там рыба, куда фига? Ух ты, хороший какой, а? Да, там тоже такой, килограмм под восемь. Восемь-девять. Не, 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 так палку не бери. За рукоятку держите. Держи только за ручку, конечно. Сергей, передай привет друзьям, близким. Скажи, что ты остаешься, не возвращаешься. Не, так нельзя. И опять все напротив кухни. Поэтому решили... Это не просто кухня такая. А, не кухня. Кухни жмутся. Они кухни подплывают, они же слышат. Не, ты можешь дальше к берегу пройти, он сам выйдет на берег. Миш, а ты подстрахуй, когда он на берег. О, делайте видео. Так, на близ, на пятерочку, да? Больше, ну, я не могу понять. Ты на четверку говоришь восьмерка, а на шестерку говоришь четверка. Нет, ты его на берег вытащи, потому что он сейчас может ломануться. Вытащи сейчас, да. Уже вот такой... Как лосось прямо, да? Серега! Восемь минимум. Минимум восемь. Ну да, это восьмерка. Это восьмерка, смотри, какой он пузатый. Он проглотил ленка, смотри, вот у него пузи ленок. Пузи ленок, смотри, какой он пузатый. Ну, поздравляем, Серега. Серега, это твой первый тайминь? Нет, третий. Ну, такой большой, первый. С фото, фото сделать обязательно. Нет, вот поверь, вот поверь. Не хочу. Нет, нет, сфото идти, пожалуйста, держи. Держи, я говорю, Сергей. Сергей, на меня посмотри. Сергей. Сфото, не хочу. Губил. Ты какой-то, какой-то, извини, я тебя поймал, извини, я тебя поймал. Серега, ну ты вообще скромняга. Что ты, стыдно тебе, да? Что поймал такую рыбу или что? Почему ты... Губить такую рыбу, пусть всплывет. Нет, так что же губить, сфотографировать? Да, нормально. Ну, поздравляем. Молодец. Разно. Даже не фото это, да? Видишь, какие люди разные бывают? Молодец. Со своими принципами. Я к тому, что, ну, со своими принципами. Только сели. Полтора часа стоим, блин, накосили. Чай не можем допить. Что происходит, не понимаю. Шестерка такой, Фокс. Она тут нам все как понимает, берет. И на воблеры. Ты же на колебалку поймал. Работает все. Получается, смотри, вот у нас что и воблеры, колебалки, и вращалки. Ну, Фокс еще такой какой-то, но обычный. Нет, это рабочая блесна всю жизнь была. Это одна из самых рабочих блесен в любое время года. По жидкой воде. Ну, это супер блесна. Всем рекомендую такие блесна в ассортименте иметь у каждого рыбаку. Я к Блифоксу, точнее, никакого не имею. Но я говорю, вот от четверки, четверку, пятерку, шестерку, такой в ассортименте рыбака обязан быть. Ну что, я знаю, рыбу пугать. Игорь Валентинович, прокомментируй быстро. Варим, 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 варим. А там поставили лагерь, решили с такого шикарного места никуда не уходить. И нас зовут. Кстати, пошел дождь. Уже часа три идет дождь. Мы уже кушаем. И один сказал, я не хочу кушать. Пойду покидаю. И кричит. Ну вот, идем. Смотрим. Пятая рыбка на нашем плесе. Таймешонок. 2-300. Не, наверное, 2-100. Ну, за двушку. Двушку. Ну, на мата. Воблер мата. Большой привет. Мата. Мата, тебе привет. На твои воблеры ловим. Лучше, Дима, ты поймал ленка. Кушать хочется рыбки. Вот это эксклюзивные воблеры. Это мата делал под заказ. Тонущие. Таких ни у кого нет. У меня таких всего лишь 5 штук. Чуть треники, мне кажется, слабые. Нет, это нормально. Говорит, нормально. Все. Подожди, сфоткали. Ага. Все. На меня посмотри. Маленький. Мой гладачник. Пять часов, как учили. Давай, дружочень. Давай, давай. А вы говорите, курить вредно. Курить полезно. Всех наколол. Я вышел такой покурить, смотрю, пять часов. Думаю, наверное, рыба клюет. Пойдем, голову. Наш не будет. А? Наш глад. Это заберем, да. Так, Сережа, мы всех здесь и накалываем. Понятно. Сейчас мы еще возьмем другого. Давай. Кричи, если что. Всегда кричи. Да, давай. Сидели, мирно кушали. Никому не мешали. Дима всем испортил аппетит. Или наоборот, поднял настроение к рыбалке. Все забросили кушать. И стали рыбачить. В это дождливое октябрьское... Хотел сказать утро. В этот дождливый октябрьский день. Вот наш лагерь. Идет дождик. Думали, что будет снег. Но, к сожалению, идет дождик. Но для нас лучше был бы снег. Почему? Потому что снег не поднимает воду. Ну, ничего страшного. Вот у нас четыре палатки для жилья. Две палатки. Одна кухня, другая столовая. С печкой это столовая. Ну, и костерок, конечно, у нас технический. Где мы готовим кушать. Ну, и расскажу немного про рафты. Рафт глав рыба. 18-футовый фирмы Time Trial. Спасибо ребятам, кто делает такие прекрасные рафты. Второй рафт 18-футовый. Добрый. И третий рафт 18-футовый. У Suri Cinema. Самый мой. Один. Ну, из этих рафтов он самый старший. Сплавляемся мы под моторами. Ямахами, пятерочками. Многие говорят, почему только пятерку. Почему ты там сюда тридцатку не повесишь. Повесить сюда можно хоть полтинник. Он просто оторвет транец наклеенный. Это нам надо, чтобы просто подруливать. Ну, и место весел. Хотя весла обязательно, конечно, в каждом рафте по количеству человек. Ну, вот так вот. Вот журчит генератор. В палатке его не слышно. Это просто мы возле генератора. Генератор помогает и свет, и тепло, и холодильники, и морозильники. Ну, тепло, в смысле свет, свет дает. Тепло, конечно, у нас дает печка. Ну, вот. Здесь... Ты уже не паришься, что называется? Вообще не паришься. Спокойно. Сидишь и ждешь, когда выглядит солнышко. Ой, какой чай, а! А мне сок березовый понравился. Ты, Серега, видишь, жальничек, думаешь? Так вот и стою. О! 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 А ты что пришел? А как герой пришел? Давай. Миша, кушать хочешь? Иди спи. Миша, все, иди спи. Все на тебя здесь обидели? Особенно вот... Ребята, все в торжественную часть. Мы все покушали, порыбачили. Нет, мы покушали, мы не можем сказать, что мы наелись. Ну, я не про это, да. Мы о наших дальнейших планах. Ну, потому что надо ловить ленков в Харису, туда будем наедаться. Ай, стоп. Давай. Несколько часов назад ты сказал, что я спросил, если мы не поймаем ничего, кроме таймени, ты сказал, да, мне вопрос. Мы выйдем и поймаем либо щуку, либо ленка и сварим вам уху. Да. Не уточнил, когда. На какой регион. Главное. Проехали. Самое главное, что с таймени ухи не будет, я вам честно говорю. Это мель для нас рыба святая, и это не покажуха, это честно. Ну, встань, сними меня. Сегодня 11 октября 2020 года. У нас есть традиция в нашей команде лифаков. А раз вы попали ко мне, наши традиции лифаков передаются вашей команде. Тем более вы все приморчане, Владивостоксы, сибиряки. Ну, пацаны, короче, вот. Источение еще. Да не смотри, учител постоянно, конечно. Камеру на него, камеру на Сергея. Отлично. Повтори. Источение еще. Исклоняется. С тобой склоняется. Ужас. У всех не склоняется, а ты с сочей. Ну ладно. Ребята, у нас эта традиция уже лет 8, наверное. Она пошла с Уфы. У нас команда, наша команда, есть люди с Уфы. Они придумали такую традицию, что есть чемпионская футболка. Которая в конце похода увозится к себе домой. Это, по крайней мере, для нашей лифаковской традиции, эту футболку привезти домой, это бомба. Ну, то есть ты победил всех. Это просто вот. Поэтому и у нас теперь пошла такая традиция. В каждом походе такая футболка. Но это только на сегодня, Сергей Житко. Подожди, ты не перебивай. Не слоняйся. Вот из сочей всегда перебивай. Поэтому и традиция пошла именно хоккейная футболка. На этот раз хоккейную футболку предоставил человек в нашей команде Торнадо. Он болеет за Спартак, поэтому он прислал в Торнадо свою спартаковскую футболку. Пипец, у меня кореш просто будет. А вот чемпион 2020, речка вот закрыта, да? Уедет тому, кто поймает своего шоу-тоимения в этом походе. А дневная футболка на сегодняшний день до завтрашнего вечера передается... Михаилу! Михаилу! Ура! Да-да-да-да-да-да! Да-да-да! Поздравляем! Одевай! как они тебе завидуют от этого кайф тоже есть недовольные лица в этом же есть какой-то кто завтра поймает любого тайменя самого большого тому она передает а если самый большой таймен в походе окажется его все же не дай бог тогда идет не дай бог потому что ну 13 килограмм 400 грамм мы не за этим сюда ехали я только только я только из-за этого поэтому надо есть повод а у нас еще есть традиция ее привез Сергей ой Дима Дима города Сочи кубок мы его покажем завтра да у нас есть кубок а мы в состоянии спартаковца чемпиона красивого настоящего мужчины Михаил тебе слово браво ну я сегодня реально кайфанул на самом деле это мой но это не просто рыба которая там была поймана самая сегодня большая это моя самая большая рыба пойманная мной ну и с тайменяем поэтому я кайфовал на глазах у изумленной публики всем спасибо кто меня поддерживал на фотографии кто за меня болел я за фотографии спасибо иначе просто долларов будете покупать теперь я уже понял ваш прайс пока дружески 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 это уже уже хорошо очень счастлив что мы сюда сегодня залетели на самом деле была такая чудо удача чудо 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 Ну, и я хочу выпить за команду. Ура! Ура! Ура, друзья! Какой божественный, бомбический коллектив! За нас! Ну что, Михаил, скажешь? Время полседьмого утра. Где Михаил? Это с Серегой. Что, что? А, это Михаил, господи. Дима, доброе утро! Михаил, привет! Время полседьмого утра. Да нет, божественно, но это же, ну, посмотрите, еще и радуга. Это же счастье. Там, кстати, золото лежит. А вы посмотрите, там пейзаж какой нереальный. Где вы такое увидите? Ну, где? Серега, Серега, смотри, вот там золото. Вот где мы вчера снимали. Да. Эту гублера. Откуда начинается радуга, это показывает, где золото. На золото. Радуга все, ну, конечно. Она липнет в золото. Там надо копать. Так, а что, идем? У нас принцип такой, накопал, отпустил. 3-4 градуса. Я думал, что 3,5 градуса. Какая температура? Я думал, что теплее. 3,5. Плюс 3,5. Плюс 3,5. Редкое событие. Радуга полная. А что дуга на рыбалке? Совершенная. Вот она прямо перед нами. Красивейшая. А это что? Ранним утром. Это знаки. А знаки это что? Это опять же знаки. Нет. Такое ощущение, что на тебя фонарь светит. Вот прямо вот в кадре. А это же вот солнце. Это же наш единственный фонарь. Который нас греет, согревает. Своим теплом. Говорят ученые, что скоро потухнет. Скоро. Да. Лет через миллионов нацет. Говорят, что это уже не то. Но теперь не менее. Оно есть. Как спалось? Вообще. Спалось тепло. Комфортно. И вообще комфортно. Сегодня 12 октября. Соответственно, 2020 год. Проснулись под стук дождя. Но прошло некоторое время. И выглянуло солнышко. Дождь закончился. У нас сейчас завтрак. И собираемся. И уходим. Хотели вчера уже стартовать. Но таймени нас задержали. На этом плесике поймали 5 таймений. Самый большой 13400 у Миши. Он в футболке ходит. Водичка за ночь прибавилась ненамного. Хотя переживали. Задрали все вверх. Подняли. Классно? Вот мы используем в походе гостевые палатки. Фирмы Маверик. Удачная модель. Мне очень нравится. Быстро разбирается. Высокая. Имеет тамбур. Полный рост. Она четырехместная. Но здесь комфортно для троих. Хотя здесь и четырем будет нормально. Имеет четыре выхода. Обратите внимание. Раз выход. Два выход. Три выход. Каждый может выйти. Со своей стороны. Ну. Это если. Хочется. Обычно все равно. Конечно. Через главный. Вход. Выход. Здесь в принципе точно такой же копия. Поздороваемся с Сергеем. Сергей, доброе утро. Я и Дима. Как спалось, ребята? Все прекрасно. Все отлично. Отлично? Но все равно. Это до сих пор теплое. А, отыгрелка, да? Ну тоже лайфхак от Сергея. Расскажи. Есть его спальник оказался. Не такой надежный, как вы ожидали. Кладем в горячую бутылку с горячей водой под ноги и чувствуем себя хорошо. До сих пор теплая. Да, до сих пор все ведем. Ну вот. Печеная вода. Теплая. А мы думаем, куда наша вода девается. Понятно. Ну, а этой печки, кухни вы наши знаете уже. Маленькие палатки тоже фирмы Маверик. Это модель Игл. Вот. Миниатюрненькая палатка. Тоже. Эти же фирмы. Модель вот такая. Чем это хорошая модель? Она ветроустойчивая. То есть большие палатки хорошо, комфортно. Но если сильный ветер, шквальный. А он часто бывает. Эти палатки становятся небольшой проблемой. Высокие. А эти в любой ветер удерживают. Поэтому. Вот. Зеленая. Более свежая у меня модель. А вот эта самая первая. Ей уже, я уже забыл сколько лет. Надежная. Не ломается. Ничего. Молодцы пацаны. Кто делает их. Большой вам респект. И вы жук. Ребят. Это не реклама. Это просто. Мне люди просят. Делать обзор оборудования. Что характерно. Вот на этом плече не поймали ни одного ленка. Ни одного хариуса. Хотя ребята уходили хариусить. Только вот таймени стоят. Поймали пять штук и два схода. Вот эти палатки корейские у меня. Каптаун. Но я могу сказать вам, что они делаются все на одном заводе. Что вот эти маверик. Что Каптаун. Это южнокорейская фирма. И ребята. Ну короче они собирают их. Сборка корейская. В принципе точно такой же. Быстрая сборка. Печку я уже сам врезал. Потому что в печках походят. Это милое дело. Срочем Сергея. В печках походят хорошо. Это вообще. Это нереально что-то. Всегда можно подсушиться. Да. Что мы это сделаем. Вот видите. Что-то уже баферно даже сушит. Потому что температура ожидалась гораздо холоднее. Она еще будет такой. Ну она будет. Вот пичечка. Бомбический все. Космос. Маленький космос нашей жизни. У каждого он свой. Вот чемпион идет. Вчерашний. Вот сразу видно. Ценит футболку. Некоторые вручишь. Они ее в рюкзак спрячут. Или еще хуже мне отдадут. Скажут. Потом отдашь кому-нибудь. А она же. Когда холодно. Она греет. Когда тепло. Она охлаждает. Когда дождь. Она не пропускает. И энергию дает. Вот. Доброе утро. Доброе. Вот мой тезка идет. Серега. Шестую блесну уже оторвал. Ну что? За два дня. На что рыбачить буду? Не знаю. Да? Я не знаю на что ты будешь рыбачить. Оторвал этого Юзурика. Слушай. У меня есть ящичек. Я тебя готов продавать. Понял. Слышь. Ну два ты меня возьнул. Шестую. То есть у тебя один дом. Один к трем. Один к трем. Слишком большой процент. Потерь. Уважаемые гости. Завтрак. Заходим. Через 15 минут столовая закрывается. Никого не запустим. Столовая будет разбираться. Вот сразу видно. Самые организованные. Спартаковцы. Доброе утро. Проходите. Приятного аппетита. Проходите. Приятного аппетита. Симон. Приятного аппетита. Остальные я понял позову. Игорь Валентинович, проходите. Этого звать не надо. Он сам приходит. Это аппетит. Лежит. Вот наша кухонька. Сегодня неожиданным сюрпризом. А на завтрак нам подали. Серега снимай. Как вы, Сергея Сергеевича? Не важно. Что дают, то ешь. У нас тут... Извините. Демократия кончилась. Демократия это в Сочи. А здесь что дали, то и кушали. Еще оставят голодную. Надо бежать. Так, мешаньте. Или пропускай, или двигайся. Так, с икорочкой советую. Икорочка. Сюда, внутрь, да? Нет, вовнутрь. А вот эти вот штучки, попробуйте. Это вообще моя фишка коронная. Ну, не каждый день будет. Ну, вот так и живем, Сергей. На меня камеру, на меня. Запотеет же так. Вот так и живем. Каждый день кашки. Для желудка очень полезно. Лиш, не подашь, пожалуйста, ложечку. Позиция по рыбе. Вот мы ленка ловим. Что, наверное, берем? Сколько мы берем? Столовая закрывается через пять минут. Сколько мы берем? Значит, судя по количеству на сегодняшнем плеса, берем все. Я вообще даже вопрос какой-то такой дурацкий просто. А есть ли ленок? Да, не, не, не. Берем ленка вообще всего. Сжать хочется рыбок. Ухи хочется. Жарим, да и рыбки. Котлеточек. У меня еще что-то. А рюмсом могут половить некоторые. Загудайчик сделают. А я вчера слышал такую мысль от отцов командира. Ну, вы идите, ловите. Здесь есть ленок, есть щука. Если мы не поймаете, мы сами снарядимся, сами поймаем. Ухой вас накормим. Да, я думаю, когда нужно давать ту команду, да? То есть, нет, когда... Когда уху, уху. Как вот все командиры поймут, что момент настал. Когда мы... Когда снарядимся в руки, вот так не сидеть. Какое бы спокойное течение не было, так не сидят. Сидят. Вот так, это лучше всего. Вот так тоже можно. Но это плохо тем, что если рафта что-то препятствует, стукает, ты автоматически, у тебя нет, уху. Вот так вот, самое безопасное сидеть вот так вот. Рафта здоровая, а он и здоровая. Но если ноги замерзли, все равно вот так. Все равно это успеешь, как только рваться или нет. Вот так вот, как бы спокойно ни было, человек падает. Если упал, пять ударов и сломать от меня. Ну, если мы его поймаем. Если не поймаем, то не повезло. Безопасность, а в один самый главный. Поезд есть. Очень важно. Очень важно. Если поезда нет, упал, вода затекла, ты не управляешь. На носу всегда будет морковка. Если говорят морковку, воду не надо насовать в овощной ящик и кидать человека морковью. Морковка, это вот, конец Александрова. Берем, что вот эта веревка вот, вот конец, вот так. Вот эта закидывается, она сама распускается, утопающий, он в воде, ему кидается. Кто в воде, пытается поймать вод, его вытащит. Если мы не смогли его с первым разом поймать, вытаскиваем быстро, второй раз закидываем. Человек, который в воде, не надо плыть крафту, не надо там порососечения. вниз по течению сплавляйся и чуть-чуть вверх это важно знать всем это закон всегда слушаем кто-то мотор командира корабля на данный момент меня вам кажется что надо налево или куда-то командир один прав он не прав говорит грести влево значит все влево на бане все знают назад это беспрекословно сказали спиннинги убрать значит убрать ну река не опасна но на всякий случай слушаться надо потому что это вода вода это опасность кто протеряет подсак воспитание весло кто что-то утопит хозяйственно весло если утопит 5 ударов весло все очень строго но справедливо потому что это наша безопасность вопросы? весло тоже тонет весло не тонет ты решил все утопичным тебе не досталось я предлагаю ловить а вообще в нашей компании дружеская миролюбивая обстановка я никого не бью я просто так просто веслом настраиваю просто веслом и рафты сами не ходят то есть когда причалили к берегу типа ну не будем говорить пейте хватая спиннинги побежал а раф не заточил то есть раф причалил передние первые сходят но смотрят пока сзади не сошли потому что когда передние сходят начинают дергать сзади нога одна здесь вторая еще в рафте и он падает поэтому передние раф держат смотрят сзади не сошли взяли все заручки раз, два, три раф подняли пошли рафт вот просто так причалили ушли нельзя вода поднимается рафт поэтому всегда куда-то возле рафта либо привязать если все уходят если все допустим рафт должен быть привязан либо высоко на берегу ну это лжи безопасность все всем в рафте так время десяти еще нет мы отошли вот наши пошли первые забросы и на первом же забросе у Сергея был выход ну даже не выход поклевка хорошего линка прям по драфту ну Сергей растерялся да двигатель был включен слава ты хоть на сухой накормишь нет да да ешкин кот еленки карандаши как ты дай мишонок серега слава поймал дайменя такого которым твой даймень питается покажь 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 что ушел дайменя обкидываем перспективные места Сергей на плетенку увидел задиры решил перевязаться обрезал правильный рыбак всегда осмотрит последние 30-40 сантиметров возле блесны потому что там больше всего она быстрее всего приходит негодность камни ветки поэтому лучше следить за этим делом трофейной рыбалки надо устранять все слабые возможные места графт глав рыба вон мы их видим поймали тайменя на 7 килограмм Дима из города Сочи а на нашем графте только один таймишонок мелкий уславит города Иркутска и пока вот тишина но надеемся что мы найдем стоянку рыбы и поймаем еще хороших всегда надо верить в рыбалку потому что без веры надежды и любви жизни нет а вот и пошел первый снежок вот такой то ли снег то ли дождь попытались здесь поймать рыбки тоже не нашли будем искать золотые слова сергей бенедикт установили здесь вот заломи на носике откидываем слияние двух струй одна протока другая потока какая тишина рыбалки пока нет поймали я скажу точно 68 за полтора дня 8 ты мешать поймали это мешать включает имени там не жарко развели костерчик погреемся немножко и пойдем но андрей там делать костер это сила ну я потому что дима ты на чё на мату я все наматывал они сыны чё клепло мишка нет на этого потому что я думал знаешь как вот такие встречают людей рюмочкой предлагают как бы накатить на лесу грязь вы его костер для сугрего там встретили и нас не не нас не встретили а мы значит вот вот следом за вами стали мы должны тут вот ты вспомни как те на перроне встречали это когда был алла верны вон что вон что вон люди злые только за рыбу это у вас просто можно мы настолько за рыбу мишки прям возле берега на мельке и у меня этот же взял тоже на мельке такой одного и того же дважды поймали нет у него на 5 а у меня на 7 200 красиво грибут красавцы красавцы продолжаю ослабляться красивое место такое на реке какие-то будто кто-то тут вырубал их я даже какие-то там лица вон они тоже типа улыбаются да 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 а вон прямо кстати на это на диму на ленина похож шляпа какая-то красота сейчас я поймаю зацеп голодный камень голодный камень да живописные скалки для очень-очень в пенку в пенку вон рыба любит под пенку вот мы тут обедали все тут обкидали все вот шли за нами работают 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 Дима! Держи! А почему столько эмоций? Потому что Вобер уже прямо возле плотану. Серьезно! Все работает! Шаула! Вел шаула! Я не знаю, там какой-то крокодил просто нереальный. Ты его видел, конечно, да? Да он вот, я уже воблера вытаскивал с воды. И он с мигом, мы в таке аж не боялись. Он его пузо поворачивает, там хвост вот такой. Просто. Я не знаю, что с ним делать. Не торопись, не торопись. Пусть он это. Ты его не победишь так. Я понимаю. Слава. Давай, Дима, работай. Качай, качай, качай. На работу. Подожди. А что у тебя там мата твоя любимая? Да. Мата. Мата рули. Где мата? Как обычно, нежная проводка. Мата. 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 Мата.